Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вчера я выложила на страницу в Однокласснике очень много фото последних. Все, что я делаю, я фотографирую и выкладываю. Конечно, появляются сразу комментарии. Вот на один комментарий я хочу сегодня сразу же ответить, чтобы услышали и все остальные. Вот я выложила фото, видите, у меня на экране. Написано, что высокорослые томаты пикирую второй раз. И один комментарий женщина написала, сейчас я вам прочитаю, пишет. Второй зачем? Ей отвечают, по мере роста корневой системы увеличивают тару, в которой они растут, чтобы было больше питания, место для роста корней. И девушка тут же отвечает. Это понятно, что для роста полноценного нужна больше тара. Я к тому, что пикировали всегда один раз, сейчас то ли себе работы добавляют, то ли заняться нечем. Это, конечно, дело каждого, но можно и три раза. И такие смайлики смеются, ну как, типа делать мне нечего, я занимаюсь мартышкин труд. Ей отвечают, да, дело каждого, но сразу в большой горшок сажать нельзя. Земля, неосвоенная корнями, может закисать в прошлом году. Ну и тут женщина описывает, что это действительно нужно не сразу садить в большой горшок. И вот я хочу ответить на ее комментарий, что всегда садили один раз, пикировали, а теперь два. Вы ошибаетесь, что всегда пикировали один раз. Возможно, так делали вы, но две пикировки, это способ давно уже специалистами рекомендованный. Сейчас я покажу вам даже печатное издание, старое у меня. Вот он, этот рисунок, где сначала показывают корни в маленьком горшке, потом в большом. И пишется, так, пересадка рассады томатов из маленьких горшков в большой. Вот, первый маленький горшочек, второй большой, третий почвенный слой. И тут же отвечают, вот для таких, как вы, зачем нужно пикировать рассаду сначала в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие. И указаны причины. Во-первых, каждая пересадка сдерживает рост, рассада не вытягивается. Во-вторых, в маленьких горшочках растения при регулярных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается, и доступ воздуха больше. Если же рассаду распикировать сразу в большие горшочки, то будет сложно регулировать полив, и вода начнет застаиваться при избыточном увлажнении. Дальше прочитаю так, а то тяжело через фотоаппарат. Возникает недостаток воздуха, и корневая система замедляет рост, что в свою очередь отрицательно влияет на развитие рассады. Она вытягивается и делается более слабой. Вот если некоторые думают, что действительно я 2-3 раза пересаживаю просто из-за того, что мне делать нечего, то это очень странно. Люди видят, какие объемы я сажу по несколько тысяч, выращиваю рассады. Неужели правда кто-то думает, что у меня есть свободное время, чтобы просто, ну вот от нечего делать, взять, перекинуть еще раз. Я ничего необоснованно не делаю. И если я это делаю, есть видео, когда я пикировала по одной фотографии, как вот судить, увидела она, что я написала второй раз пикирую. Ой, делать нечего, заняться нечем, можно 3 или 4. Да, я иногда и 3 раза пикирую. Я это делаю только для того, чтобы рассаде было лучше, чтобы получить качественные вот эти вот сеянцы, чтобы обеспечить им те условия, которые им нужны. Если для маленьких нужно маленький объем грунта, я им дам маленький. По мере вырастания им нужно немножко больше, я пересажу еще раз, не поленюсь. И даже я говорила, что возможно пересажу еще третий раз в двухлитровые емкости. Если им нужно будет, я и третий раз пересажу. Но не от нечего делать, а из-за того, что это нужно растениям. И когда я видео это снимала, конечно, понимают все те, кто смотрит видео. А некоторые посмотрят фотографии. О, а зачем это, как это. Заходите на канал, смотрите видео, вы все увидите. Ни одного необоснованного лишнего действия я не делаю. Потому что я не настолько глупа, чтобы терять зря время пересаживать из горшка в горшок. Если это не нужно, то значит это не нужно. А то, что вторую делают перевалку для взрослых растений, это знают почти все. Потому что я же уже во время видео говорила, что если сеять сейчас в марте, то возможно им и не нужна будет вторая пикировка сразу в открытый грунт. А если растения посажены, посеяны в январе или в начале февраля, то естественно в маленьких горшочках они не вырастут качественные. А в большие их сразу нельзя. Поэтому огородникам приходится второй раз пикировать или переваливать в более большую тару. И многие это делают. И как я всегда говорю, что если вы считаете, что это делать не нужно, это не значит, что это правильное мнение. Я даже свое мнение никогда всем говорю, что ничье мнение не считайте как единственно правильным верным решением. Каждый делает по-своему. Вот я объяснила, потому что люди некоторые почитают, например, ваш комментарий и подумают, что действительно просто от нечего делать переваливаем. Нет никакого смысла второй пересадки пикировки. Во всем есть смысл. Если копнуть поглубже, то вот все процедуры, которые я провожу, у всех есть свой смысл. А главный смысл – это соблюдение всех условий, которые требуются для получения здоровой, качественной рассады. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот этот краткий такой мой видеоответ. Я просто не могла промолчать, потому что некоторые люди выдадут комментарии, что от нечего делать, можно и по двое, и по три раза. Это не от нечего делать. Это необходимость. До свидания. Желаю вам всем вырастить здоровую, качественную рассаду. И всегда помните, что если вы так не делаете, это не значит, что так не делает никто. Иногда многие люди даже не знают о всех приемах, методах выращивания рассады. Всяких там каких-то... Одни люди это делают, а другие люди, например, некоторые пишут, я прожила всю жизнь, и о некоторых методах даже не слышала. Это зависит еще от регионов. Ну все, до свидания, не буду вас задерживать.